Девушки отдыхают Нам обоим жестоко разбили сердце, и мы хотим получить от отношений плюшки, но без какого-то реального напряга. Друзьями с привилегиями? Все это кончится плохо. Все получится. Будем проводниками. Я научу тебя не быть в игноре. Я игнорю, а меня нет. Вам встречаться с другими можно? Да, в этом и смысл. Логично, да? Вот тебе нужна помощь в плане выбора. Слова «я люблю тебя» недопустимы для любой из сторон. Важный вопрос. Что будет, когда один из вас влюбится? Эээ, то есть, если один из нас влюбится? Да, да, если. Когда люди начинают спать вместе, все резко усложняется. Что происходит? А что? Что? Вы слишком увлечены друг другом. Что тебя напрягает? Вы изменились. Да, я хочу нравиться Венди. Я иду на свидание. Ясно. Ты надулся? Да нет. Ты как ребенок. Я не ребенок. Ты ребенок. Они не пара, но ссорятся точно, как любовники. Я уже давно не ребенок. Я не понимаю. Я не могу забыть Майло. Так ты не хочешь гарантированного секса без лишних эмоций? Хочу, но я хочу еще и спектр эмоций. Только в Нью-Йорке поцелуй у горы мусора все равно романтика. Любовь, свидание, Нью-Йорк. А если стать парнем и девушкой? А зачем выбирать один вкус и замыкаться, раз можно попробовать все? Потому что теряешь возможность насладиться одним лучшим вкусом. Ребята, а о чем вы сейчас говорите?